Добрый вечер, уважаемые дамы и господа. С украинским кризисом за последние месяцы одна тема снова непосредственно вернулась в Европу. Война. Теперь это уже не только отдаленные страны, которым угрожает война и гражданская война, но и наш европейский континент. С нависшей опасностью войны вернулся также и старый образ врага, который теперь непрерывно подогревается. Россия – разжигатель войны. США и ЕС – защитники мира. Но все больше людей пробуждается и осознают, что правда выглядит совсем иначе. Во всем мире появляются альтернативные СМИ и восстают самостоятельно думающие граждане, требуя правды и мира. Вот так в Берлине уже около месяца каждый понедельник в 18 часов около Брандербузских ворот встречаются самые разные люди на пикет за мир. На первой встрече присутствовало около 100. Неделю спустя – 400. А к четвертой демонстрации пришло уже почти 3000 человек. В последний понедельник на месте событий в Берлине присутствовала съемочная группа от Кляги Маур-Ти-Ви с желанием увидеть, что конкретно подталкивает людей выйти на демонстрацию. Здравствуйте! Почему Вы сегодня здесь? Я просто ужасно интересуюсь тем, что сейчас происходит, чтобы просто набраться знаний и послушать, что здесь говорят. И сегодня очень важно просто открыть глаза, чтобы судить о вещах более скептически. Это может быть даже лучше. В наше время такой митинг довольно-таки важен, как раз когда везде речь идёт о выгоде, алчности и когда вся система как бы зависла. На данный момент меня очень заботит то, насколько власть денег влияет на нашу жизнь, в особенности политика, которая как-то подстрекает к войне. И я не чувствую себя хорошо проинформированным через средства массовой информации. И мне надо самому стараться найти другие источники, где я могу найти информацию и сформировать моё мнение. Это одна из причин, почему я здесь. Это важно, чтобы мы совместно вышли на улицу и просто показали наше присутствие. Поэтому я рад, что мы люди разные. Это проблема ни немцев, ни Европы, но проблема этого мира. Мы вас предупреждали, мы требуем наших прав, потому что мы народ. Нет пути, ведущего к миру, но мир и есть путь. Лично я глубоко верю, что каждый человек имеет право строить свою жизнь под свою ответственность и в любви. И что в этом мире нет никакой власти, которая могла бы его в этом ограничить. Дамы и господа, мы находимся в Берлине перед Брандербургскими воротами, где в последние два понедельника прошли пикеты за мир. Рядом со мной стоит господин Ларс Мерхальц, инициатор пикетов за мир. Добрый день. Добрый день. Можно я вам задам вопрос, кто такое Ларс Мерхальц и как вам пришла такая идея? Ларс Мерхальц — это совсем обычный гражданин, как и все другие, который узнал в интернете о сообщениях прессы об Украине. И в этой взаимосвязи произвёл поиски, как функционирует экономика, а также, что касается судного процента, системы фиат-мании и наших центробанков. И всё это сложилось в одну картину. Так что я уже ничего не мог, кроме как выйти на улицу, потому что люди должны узнать об этом. Ты называешь свою акцию «Пикет за мир». Из-за чего, по твоему мнению, мир в опасности? Из-за ситуации в Украине, из-за сообщений нашей прессы, которая работает почти что пострекательски, ведя пропаганду. Да, западные союзники угрожают Россию. НАТО не должна была расширяться, но расширилась. Я не знаю, были бы другие так же рассудительны, как русские на данный момент. Это поистине своеобразно. Своей главной задачей ты объявил требования честной прессы. В речи, произнесенной тобой 17 марта, ты сказал, что СМИ — это наша огромная проблема. Что ты под этим подразумеваешь? Ну, СМИ не всегда говорят правду. Сегодня это так, что нельзя верить тому, о чём сообщает пресса. Надо самому заниматься поисками, самому отправляться в путь. И в конце ты найдёшь информацию. Но та информация, которую тебе даёт пресса, иной раз не соответствует правде. Сегодня её надо искать самому. И каков резонанс со стороны СМИ от твоего мероприятия? О, очень забавно. Тяги Шао самым первым пригласила меня на интервью. По электронной почте я написал им в ответ три листа. Но всё было вырвано из контекста и представлено ложно. И так там ведётся злостная травля против пикетов по понедельникам. Также Юта Дитфорд вчера была на телевидении и получила время, чтобы просто травить людей против нас. Такое надо себе лишь представить. Она оскорбила нас и оклеветала антисемитами. Между прочим, всех пять тысяч людей, которые стоят здесь на улице. Это невероятно. Один из моих лучших друзей — еврей. Я ещё раз хочу подчеркнуть это. Я не раз бывал в Израиле. Это полнейшая чушь, которую я когда-либо слышал в моей жизни. В прошлый понедельник можно было видеть, что на самом деле много людей из всевозможных слоёв совместно вышли на улицы и требовали мира. Сколько их было в понедельник, несмотря на дождь? Да, это было удивительно. И несмотря на плохую погоду, здесь было от 2200 до 2300 людей. И мы исходим из того, что в следующий понедельник, пасхальный понедельник, мы будем на Поздамской площади, и нас будет 5000 человек, а то и больше. Это было бы хорошо. Речь будет произносить Андреас Поп, поэтому стоит здесь быть. Это движение очень быстро выросло. В скольких городах в одно и то же время по понедельникам проходят такие пикеты за мир? Больше, чем в 20 городах. Большое спасибо за интервью. И всего хорошего вам в дальнейшем. Огромное спасибо. Большое спасибо, Берлин. Также и в одной из сегодняшних передач радио Deutschlandfunk о пикетах по понедельникам заверяется, что Мерхальц и выступающий распространяют грубые теории заговора и правое мышление. Дорогие зрители, на этом примере вы ещё раз видите, что происходит, когда совсем обычный гражданин без политической связи или принадлежности смело выражает своё негодование об актуальной политической ситуации и отсутствующей объективности в главных СМИ. Тут же они загоняют его в угол избитыми фразами. Организаторы и участники пикетов по понедельникам не позволяют удерживать себя от этого и во второй день Пасхи идут в следующий раунд. Уважаемые дамы и господа, может быть, и в вашем регионе проходят пикеты по понедельникам. Это хорошая возможность смело встать и продемонстрировать. Довольно с разжиганием войны. Довольно с ложью СМИ. Доброго вам вечера! Доброго вам вечера!